Всем привет, мои хорошие! Вы снова на канале Вечно Худеющая Татьяна, и сегодня мы с вами завтракаем. Завтракаем мы с вами вот такой чудесной запеканкой с клубникой. Запивать, как всегда, буду кофе. Сейчас у нас пол восьмого утра, у меня сегодня немножко день на стоп, поэтому постараемся все успеть. Сегодня я хочу затронуть тему программ, которые меня мотивируют худеть. И когда я срываюсь, я очень часто их начинаю смотреть для того, чтобы в последующем посмотреть, какой я могу быть, если я поем. Я все еще кашляю, но лечусь. Ну что, приступим. Кстати, брала клубнику замороженную. Свежая сейчас безумно дорогая. В магазинах два месяца назад, нет, две недели назад, блин. Две недели назад стоил килограмм шестнадцать рублей, сейчас двадцать пять. Вроде как к лету должно быть дешевле. Оно как-то все дороже. Поэтому... Очень вкусно. Она слегка разваливается и не держит форму, потому что там очень мало муки. Я максимально старалась сократить калорийность блюда. Но это очень вкусно. Немножко про рацион на сегодня. Утром у меня двести грамм запеканки. Дальше у меня овощи, сколько угодно. Потом у меня опять цитрусы. И вечером рыба. Рыба и овощи. Очень вкусно. Если вам интересно, как я его готовила, напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что я утром... Сегодня я очень быстро готовила и не успела ничего заснять. Но на этой неделе у меня еще раз будет либо сырники, либо запеканка. Я могу выбрать одно из двух. Поэтому, если вам интересно, могу в следующий раз заснять. Вот. Хотела бы ответить на вопрос подписчицы. Ника Рэй, тебе огромный привет. Ты часто мне пишешь комментарии. Вот. И ты задала вопрос, а если съесть килограмм черники, вес будет расти? Я всегда с нетерпением жду лета, чтобы обожраться ей. Блин, честно говоря, я тебя очень понимаю. Я очень сама люблю эту черешню. Вот. Но объедаться ей сильно не советую. Конечно, ты от черешни не потолстеешь. Но вообще все диетологи советуют есть за один прием пищи не более 300 грамм ягод. Поэтому, конечно, плохо тебе от этого не будет. Но все-таки я бы килограммами не советовала есть. Очень-очень вкусно. Такая пеппоя запеканка. Так вот. Какие программы я смотрю? Ну, в первую очередь, программу захотели похудели. Там берут одну девочку, и как бы тренер и диетолог доводят ее за три месяца до какого-то результата. Там они вешают плакат. Допустим, там даются 60 дней, 100 дней. И она каждый день пишет свои ощущения, как ей тяжело было. Я помню, я даже смотрела видео с девочкой одной, которая за день в спортзале сожгла 7000 калорий. Блин, ну это... Ну это большая молодец, просто капец. Я вообще не представляю, как можно 7000 калорий за день сжечь. Это ладно. Она очень хорошо похудела, добилась хороших результатов. Самая мотивационная программа для меня, чтобы не жрать. Эта программа называется «Я вешу 300 килограмм». Эти программы снимаются в Техасе. И они переводятся на русский язык через год примерно. И выгружаются на YouTube-канал. Поэтому вы можете загуглить, посмотреть. Там люди целый год снимают историю людей, которые весят по 300 килограмм и больше. Честно говоря, снимают очень страшные вещи. Как люди лежат в постели, они не могут встать. Они не могут себя сами обслужить. Банально там сходить в туалет, помыться. Они моются... Кто-то их моет вообще в постели. Им приходится спать с баллоном, с кислородом, чтобы постоянно гонять воздух по организму. Там иногда такие аномалии тела вылазят, что смотришь, вот как она сидела, так все вот так вот и растет. И ты смотришь и понимаешь, что человек всю жизнь вот так ел. И тебе становится страшно, что у тебя практически такая зависимость. И они все рассказывают историю, почему они начинают есть. То есть у них явно какой-то вот есть стресс. большинство людей из этих... Они подвергались насилию. И, ну, со стороны и родителей. Кто-то их бил, там не уважал. Не очень хорошо относился. А кто-то подвергался просто детскому насилию. И там есть такой доктор Назардан. Он вообще такой хороший дядька. Мне очень нравится, как он рассказывает. Там некоторые люди, которые туда к нему приходят на эту программу. Я думаю, что операции эти делают бесплатно. Хотя они не дешевые. Вот. И они даже с ним пытаются спорить, что они там не едят. Их садят во всех как одного. На 9200 килокалорий. Трехразовое питание. Некоторые, конечно, срываются. Говорят, что мне будет лучше. Доктор не знает, что мне будет лучше. Лова Топла. И такие люди не достигают результата. Ну вот яркий пример. Там были две сестры. Кэнди и Бренди их звали. И они... Одна весила, по-моему, 290 с чем-то килограмм. Другая 270. Ну, короче, они ели одинаково. Но в итоге одна оказалась около 15-20 килограмм выше по весу. Меня просто поразило, как они похудели. Просто невероятно. Вообще, таким людям очень нужна поддержка семье. Они переехали в Техас, чтобы не поддаваться соблазнам на старом месте. То есть, если люди начинают худеть, и семья вместе с ней не начинает худеть, конечно, человеку очень тяжело, и он срывается. Поэтому, если вы сидите на правильном питании, конечно, очень важно, чтобы у вас были единомышленники в этом. И вот они похудели, потом даже кожу обрезали. Там есть продолжение, что было дальше. И в этом продолжении всегда рассказывается, что стало с этими людьми. Но продолжение снимается только про тех, кто реально похудел. И вот они реально похудели. Даже одна девушка там, не знаю, либо Кэнди, либо Брэнди, она начала встречаться с парнями. То есть, представьте, вес 300 килограмм, она похудела и уже кого-то заинтересовала. И ей должны были обрезать кожу на животе, потому что она очень болит и причиняет много неудобств. То есть, представьте, живот вот такой, и потом он просто обвисает. Конечно, ухаживать за этим очень тяжело. И вот она перед операцией узнает, что она беременна. Конечно, никто ей операцию не делает. А вот у второй сестры она худела немножко медленнее и стартова весила больше. ей сделали операцию потом. Чуть позже, но сделали. Поэтому в этой жизни все возможно. Главное — мотивация. А самое, что меня поразило, когда люди худеют, кто-то из них снова учится ходить, просто банально ходить. они какие-то новые эмоции испытывают. То есть, им безумно все интересно. Вот как детям выйти на улицу, посмотреть, погулять, походить. Им все интересно. То есть, люди по факту живут в заточении. И вообще, такие люди очень часто обрекают своих родственников на пожизненный уход за ними. И я считаю, что это несправедливо. То есть, ну, как бы, тебя родили, там, допустим, родителям, и потом за тобой убирают, моют. Ну, как бы, стоит немножко придержать свои аппетиты. Там очень интересно заснимают, как люди такие устраивают скандалы. То есть, они уже даже на камеру не стыдятся этого. И просто просят, дайте мне поесть, дайте мне поесть. Еще очень вот недавно новую серию посмотрела. Там парень достаточно симпатичный. И у него девушка тоже очень полная. Ну, она может весом 140 килограмм. Но по внешности она ему не соответствует. И вот, когда я только взглянула, как он вообще к ней относится и так далее, сразу было понятно, что этот парень ее просто использует. И ему нет и 30 лет. Она его кормит, поет. Он вот до пояса нормальный. Основной вес у него ниже пояса. Огромные ноги. На ноге огромная вот такая лимфедема. Он еле передвигается. Ну, она, конечно, не сильно красивая девушка. и она рассказывает о том, что они познакомились в интернете. История о предыдущем видео. Они познакомились в интернете и она к нему приехала домой на свидание. опять история о том, говорит о том, что девушки сейчас очень отчаянные в таком весе. И сама поехала к такому парню, переехала к нему и начала его содержать и обслуживать. Это как добровольное обслуживание, просто бесплатное. Потом, кстати, в конце программы она ему высказала, они поссорились очень сильно. Она ему высказала, что он не считается с ее мнением, а он ее даже не стал удерживать. Они просто расстались. Он просто начал говорить о том, что ты типа меня оставишь в такой трудной ситуации. начал давить на жалость. Я думаю, что их паре это был частый разговор. И она часто возвращалась обратно, потому что он давит на жалость, ну и как так-то. Вот, но в тот раз она уже ушла от него. И самый прикол в том, что вот этот вот парень, он спорил с этим доктором Назарденом. Он говорит, что он не прав, что он не может ходить так быстро. А потом, когда вот этот доктор положил его на месяц в больницу на контролируемую диету, никого к нему не пускал, только медсестер, только обслуживающий персонал, который может принести ему только ту еду вот на 1200 килокалорий. он сбросил 32 килограмма за месяц. Поэтому это доказывает, что люди с таким весом, если они придерживаются, они сбрасывают. Но это хорошая мотивация для других людей. Посмотреть, что даже в таком весе все реально, если вся голова есть на плечах. Поэтому, ребята, если у вас есть лишний вес, лучше всего сразу брать себя в руки, не доводить до такого. Правильное питание это не настолько дорого, не настолько дороже, чем все эти вкусняшки. Поэтому будем оставаться стройными, красивыми и любимыми. Все, я уже все докушала, было безумно вкусно. Сейчас пойду на английский. Комментируйте, ставьте лайки и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok